Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. Отказность за невыставление электронных рахунков фактур планует увести в Беларуси. Система страхования от беспрацовья будет створена в наступном годе. Пенсии с первого снежня вырастут в среднем на 5%. Польское предприемство наладит у Гомеля выпуск мебли, дякуючи чему працовные места отримают некольки сотни человек. И наприканцы программы «Знаемство с ценами» на Сатавиной Огороднину. А зараз об гэтых и инших новинах больше подробязна. Отказность за невыставление электронных рахунков фактур по податку на добавленную вартость плануется увести в Беларуси. Не глядячи на то, что необходимость працовать с ними у организаций и предприимальников з'явилась в летку, многие все еще тягнут час. Как активизовать процесс на Гомельщине, постоянно проводятся научные семинары по гэтым пытаниям. Зараз на один импортале электронных рахунков фактур зарегистровано колясями тысяч плательщиков в Гомельской области специалисты высветлили, кольки яше организаций. И индивидуальных предприимальников не подключилися до порталу. Оказалось, прикладно 1800. И гэты не глядячи на то, что в регионе провели свыше полутора тысяч отповедных информационно-тлумаршальных сустрерж и семинаров. Понятно, что с такой ситуацией мы мириться не можем, так же, как не можем оставить без внимания и без помощи таких плательщиков. Поэтому было принято решение работать с такими плательщиками конкретно и адресно, проводить с ними практические семинары. Для этого в каждой инспекции созданы рабочие места, где с плательщиком проводят практические семинары. Как только в электронном документе обороте заявились рахунки фактуры, инженер филиала Гомель Аблдарбуд комплекта Лена Барабошина начала активно цикавиться новыми введениями. И гэта зразумела – предприемство великое, паперовые работы хапая. И если нечто пойдет не так, то потом придется за гэта отказывать. Тому наведывать такие сустрэчы, где специалисты рассломачать любой нюанс, не примус, а не обходность. Он направлен на помощь налогоплательщикам в освоении то, что нам предписал делать закон. От закона уже не уйдешь никуда, а такие семинары помогают нам не делать ошибок в следующем, в последующем. Створение выставлений электронных рахунков фактур с 1 липеня стало обовязковым для всех плательщиков податку на добавленную вартость. Яны повинны оплачивать гэты податок при реалізации объекта у тым ліку на экспорт, при увозе в Беларусь товаров. А так само при набыти на территории нашей краины продукцию замежных организаций, якие не знаходятся на податковому ліку. Протягиваем выпуск. Систему страхования от безпрацовья плануют створить у Беларуси в наступном годе. Первым кроком станет формирование гарантийного фонду. Самое важное питание, якое специалисты Министерства працы и социальной обороны повинны вырошать у гэтым накерунку, з яких крынец будя життявляться выплата в вынеку страты працонага месца. Подтрымлива Министерства и идеи патента на самозанятость. У ведомстве подкресливают, что у человека за все ды повинны ясновать махчымысь працавать и отрымливать гроши. Чиновники загаджаются зменять законодавство, каб люди працавали легально. И еще одна новина админпрацы. С первого снежного середним на 5% вырастут пенсии. Расходы на гэта профинансуются с Державного позабюджетного фонда социальной обороны насельництва. У вынеку середняя пенсия у номинальном выражении складе амаль 300 рублёв. При гэтым помер повышения будзе залежить ад индивидуальных параметров працонага стажу и величини зарплаты до наступления пенсийного взросту. До инших тем, Белпраумбуд на своим официйным сайте опубликовал информацию для физичных особо об тем, что те рахунки, по яких на протягу погода не будзе руху сродков, закрыють. Причым невыкрыстенный грошовый остаток будзе пераличенный на особный рахунок без наличения процентов. При гэтым банк обавязан яго вернуть по потребовании уладальника неактивного рахунку. Забрать гроши можно будзе у любым подразделений банку. Новый швейный цех начнет працовать у Гомелли на праканцы гэтого года. Накераванность выраб чахло для мягкой мэбли. Вытворчость организуя предприемство ДЛКМ-40. Летось яно стала резидентом свободной экономичной зоны Гомелли-Ратон и з'является датчинной компанией вядомых о польских вытворцах мягкой мэбли и матрасов КАМ-40. Предприемство шукало пляцовку для организации новой вытворчости на протягу пяти годов. ДЛКМ-40 разместится на базе былой пляцовки завода пусковых руховиков. Спочатку плануется освоить выпуск шахло для мэбли, потом поширить штат до 600 человек и приступить до вытворчости креслов и матрасов. Первый шаг, который мы хотим сделать, это запуск швейного цеха, который мы планируем до конца года. В самых радужных мечтах мы хотим его запустить в ноябре этого года. Для этих целей мы набрали уже 36 швей, которые будут работать на этом первом нашем объекте, который мы запускаем. Фактически это будет швейный цех, но целью этого швейного цеха это будет отработка работы швей, то есть такая небольшая школа для швей, которая будет учиться производить чехлы на первом этапе для мэбели, которую мы будем делать в Польше. Если посмотреть за моей спиной, то это образцы мэбели находятся, которые мы делаем сейчас, а первый образец, который мы будем шить, это чехол, футная кресла. На наступном тыйдне на предприемство доставить обсталявание и одразу начнется его монтаж. Кировничество вытворчасти обьяцает, что вся техника будет автоматизованной, зручной, высокопродукционной. В ближайший час наши корреспонденты снова наведуют предприемства и ознайомятся с ходом реализации промыслового проекта. Сейчас заканчиваем проект реконструкции основного корпуса. Он будет сдан на экспертизу, и после экспертизы мы начинаем реконструкцию основного корпуса, площадь которого 56 тысяч метров квадратных. И там уже будет полный цикл производства матрасов и полный цикл производства мебель. Мы чехлы планируем сейчас высылать в Польшу, будем их высылать, то есть будет экспорт. А в дальнейшем, ну, очень надеемся, что у нас получится работать с российским рынком. Протягиваем выпуск. А зараз, як завсёды, наш мониторных цен на центральном и прудковском рынках. Вольба на гэтым тыдне на обо двух рынках каштоя от 30 до 40 копеек. Вырос максимальный кошт морквы, бураку и цибули. Цена на гэтую огороднену начинается в среднем от 30 копеек и досягает 80. Хатний перец тыдень тому каштавау каля 2 рублёв, зараз уже 2,5. Огурки по 2, помидоры от рубля 70 копеек до 2,70. Журавины, рабины, имбиры цены не змянилися. А возле моны по тоннели. У центры их можно купить по 4 рубли. На прудковским кошт больше высокий. Гарбузу в среднем по 65 копеек, яблыки от рубля до 2. Цены на гэтую иншую садовяную огороднену у таблицы. На гэтым у меня всё. С вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдет в эфир «Простый день». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова